DevOps. Kitchen Talks. Готовим Амазон. Всем привет. С вами Саша и мы с вами продолжаем изучать Амазон в рамках нашей первой серии видео, посвященных тому, как развернуть статический веб-сайт, собственно, с использованием публичного клауда Amazon Web Services. В предыдущих с вами частях мы посмотрели, как это сделать с использованием таких сервисов, как S3 Bucket, EC2 Instances, Amplify и Lambda. Сегодня у нас на очереди последний, пятый вариант способа развернуть статический веб-сайт в Amazon Web Services. И он обобщает, на самом деле, большую группу сервисов, но так как в целом нам главное посмотреть на какой-то из них для примера, потому что, пользуясь случаем, я хочу немножко сделать спойлер, что следующая серия, посвященная Амазону, будет как раз-таки посвящена тому, как запустить контейнер в Amazon Web Services. Поэтому сегодня мы возьмем самый простой сервис, который позволяет нам запустить контейнеризированное приложение в Амазоне. Самый простой он с точки зрения самого Амазона. То есть они в документации так и пишут, что сервис, который мы будем использовать, предназначен для самых малоопытных пользователей, который позволяет запустить практически любое приложение с использованием этого сервиса. Вы, наверное, уже догадались, о каком сервисе идет речь, потому что вы читали название ролика. Но пока давайте с вами начнем с того, что контейнеризируем наше приложение, потому что до этого мы этим не занимались. Для этого мы воспользуемся Docker, desktop-приложением, установленным на мой локальный компьютер, и напишем небольшой Docker-файл, который позволит нам непосредственно сделать определенные настройки и опишет тот процесс, который будет собирать наш контейнер. Итак, в репозитории нашим со всем исходным кодом у нас появится Docker-файл следующего содержания. Значит, я не буду на данном этапе особо концентрироваться на каких-то вещах, объяснять, почему я сделал так или иначе, потому что все-таки тема у нас сегодня немножко другая. Я сделал Docker-файл достаточно быстро. Может быть, тут не все идеально правильно. Если есть какие-то замечания и предложения по улучшению Docker-файла, пишите в комментариях. Но я все-таки пройдусь по остальным моментам. Значит, в первую очередь мы будем использовать мультистейдж-подход для сборки контейнера, что позволяет нам облегчить итоговый образ, чтобы не устанавливать туда большое количество зависимостей. Как вы помните с нашего занятия по Amplify, мы с вами видели, как собрать приложение, чтобы в папочке dist у нас получился нужный статический код. Соответственно, мы с вами видели, что это приложение — это Node.js, поэтому в качестве сборочного контейнера, который будет использоваться в момент сборки финального контейнера, мы используем образ на базе Node.alpine. последней версии, одной из последних. Создаем там директорию определенную, копируем Package.json файлики, включая и Package.json, и Package.log.json для того, чтобы установить зависимости в соответствии с рабочим прототипом, то есть с теми версиями, которые мы знаем, что 100% работают. То есть обычно в Node.js, в Package.json пишутся все версии, а в Package.log.json пишутся конкретные номера версий, и это все в формате зависимости, тут есть Integrity, то есть, грубо говоря, это более надежный вариант установки зависимости в Node.js. Соответственно, после этого мы запускаем npm install для того, чтобы установить все необходимые библиотеки с этих файлов зависимости. После этого мы копируем скрипты и исходный код и запускаем RunBuild. После этого у нас появляется папочка dist, соответственно, этап сборки завершен. Переходим к финальному образу. Финальный образ мы создадим на базе Nginx веб-сервера, как мы с вами делали, например, в уроке про EC2. Если вам не нравится слово урок, иногда я могу немножко путать, потому что, я как говорил, моя идея учить, поэтому я назову вещи урок, но на самом деле это просто видео, поэтому не судите строго. Дальше мы объявляем несколько переменных окружений, которые будем использовать в дальнейшем, а именно dkt.home. Это какая-то директория внутри контейнера, в данном случае опыта dkt.html, в который мы будем складывать наш исходный код. Также мы объявляем несколько переменных NginxSport и NginxHose для того, чтобы настроить конфигурацию Nginx на лету с использованием механизма, который поставляется вместе с этим докер образом. После этого мы создаем папочку, то есть так как мы не хотим в нее переходить, поэтому мы не используем директивы workdir, а просто запускаем обычную bash-команду mkdir-pass и создаем рекурсивно все директории, которые не созданы. После этого мы копируем из нашей папочки демо в etc.nginx.templates наш темплейт конфигурации. Более подробнее про этот механизм вы можете почитать в описании официального образа на докер-хабе. Там расписано, как это работает. Я вам сейчас немножко темплейт покажу, но он примитивно простой. И после этого копируем с нашего образа build из папочки dist все в нашу dkt.home, чтобы весь статический контент оказался в финальной папке, которая нам нужна. И в конце всего прописываем директивы expose для того, чтобы в метаинформации фигурировал факт, что мы открываем какой-то порт с этого контейнера, jinx.port. В конфиге же, который мы используем, тут все очень просто. То есть тут прописывается порт, сервер-нейм и root-пас. И что делает jinx? На самом деле образ при запуске просто берет и с помощью nv-substitution утилиты подставляет все переменные окружения в эту конфигурацию, если они доступны. И в итоге у нас получается нужный файл конфигурации. Соответственно, давайте теперь соберем этот контейнер. Для этого у нас, во-первых, есть небольшой скрипт, который мы подготовили. Значит, будем мы образ хранить в нашем GitHub репозитории. Там есть возможность хранить контейнер образы в самом GitHub. Это удобно. Также мы будем собирать под Linux AMD64 платформу, потому что у меня локально ARM, и не везде, не во всех сервисах не всегда поддерживаются ARM имиджи, хотя это скорее исключение. Но, тем не менее, сегодня тот сервис, который мы используем, там нет возможности указать конкретную платформу. Возможно, автоматически он это сам определяет на основе метаинформации о контейнере, об оборозе, который нам надо запустить. Но я проверять не буду. Будем просто собирать AMD64. Значит, первым делом, что нам надо сделать, это подготовить наше окружение. У меня в корне лежит файлик, там nfsh, там прописан мой токен для взаимодействия с GitHub. После этого я могу запустить непосредственно наш скрипт, который я подготовил, buildsh, который выполнит сначала логин в этот репозиторий. После этого соберет образ. Но, видите, да, у меня тут все закэшировано, потому что я это уже собирал. И отправит образ в регистр. На этом, собственно, мы завершили подготовку контейнера. Теперь давайте перейдем непосредственно к Амазону. И вот мы вернулись в Амазон консоль. И, как вы можете видеть из этого экрана, мы будем использовать сервис под названием Amazon Lightsail. То есть сам Амазон документации пишет, что Lightsail — это сервис, который позволяет запустить ваше окружение, быстро, просто, без особых знаний. Это правда, потому что все так называемые кнопки и кастомизации, они очень ограничены, чтобы не путать вам голову тем, что вы еще не знаете. Поэтому, собственно, я и выбрал этот сервис сегодня для демонстрации того, чтобы показать, как поднять непосредственно в Амазоне контейнеризированное веб-приложение. Соответственно, давайте перейдем в раздел containers. То есть тут можно просто запустить какие-то instances, можно запустить еще что-то, еще что-то. Поэтому мы будем с вами ориентироваться на контейнер. Значит, первым делом нажмем Create Container Service. Значит, нам предлагается выбрать какой-то регион. Ну, мы оставим его по умолчанию. После этого нам предлагается выбрать конкретные ресурсы, необходимые для нашего сервиса. Мы выберем самый минимальный, потому что нам особо ресурсов на это не надо. По ссылочке LatSale Pricing вы можете найти все цены за все элементы, которые Amazon будет учитывать для того, чтобы выставлять вам финальный счет. После этого нам предлагается сделать Setup Deployment. Нажмите плюсик и указываем, что Specify Custom Deployment. Значит, container name у нас будет DKT. В качестве образа мы с вами просто скопируем скопируем тот образ, который мы с вами собрали с нашего скрипта. Configuration, ну, launch command или же entry point мы менять не будем, потому что по умолчанию Tanjinx нам с этим ничего делать не надо. Также мы указываем, что у нас открыт 8080 порт по умолчанию. И обязательно надо указать public endpoint для того, чтобы сервис LatSale стал публичным, потому что по умолчанию вам создают какой-то endpoint, но он только локальный, пока вы не выберете напрямую, что вы хотите вот конкретно этот сервис запускать по этому порту. Ну и, как видите, мы можем добавить сюда до 10 контейнеров наш деплоймент. Тут мы можем идентифицировать наш сервис, можем написать static site какой-то. и, собственно, все. Нажимаем Create Container Service и ждем, пока он создастся. Ну что, наш сервер готов. Давайте попробуем открыть. У нас появился public domain, мы можем на него нажать и видим наш открытый сайт. Все работает, мы можем скачать, мы нажимаем на ссылочки, у нас все открывается. Собственно, все очень просто. У нас есть возможность смотреть какие-то базовые метрики. Чаще всего это CPU Utilization и Memory Utilization. У нас есть возможность привязать какие-то специфичные домены, чтобы было удобнее достучаться до этого сайта. У нас есть тоже некоторая информация по поводу того, как мы можем использовать образы. У нас есть возможность использовать и изменять капасити и сами деплойменты. В принципе, это все. Как вы видите, сервис достаточно простой. Сервис достаточно легко настраивается и быстро стартует наше приложение. Единственное у него такой существенный минус в том, что все-таки для запуска чего-то сложнее. Там не очень выгодно запускать, потому что это будет дороже и, как правило, не очень широко настраиваемо. Собственно, на этом все. В следующем ролике, который выйдет на следующей неделе, мы с вами проведем детальный анализ тех сервисов, которые мы рассмотрели. выберем самый оптимальный сервис с точки зрения Best Practic Amazon и моего личного опыта, а также сделаем этот сервис, как положено, с использованием Infrastructure as Code, лучших практик Amazon с точки зрения безопасности и всех остальных архитектурных пилоров, и финализируем первую серию. Собственно, спасибо большое за внимание. Увидимся на следующей неделе. Пока. DevOps Kitchen Talks Закончили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова